Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как и всегда, с самого утра мы с вами разбираем события минувшей торговой сессии и обращаем внимание на те отчеты, которые еще заготовлены нам, как трейдерам, исходя из содержания экономического календаря. Сегодня пятница, традиционный день для выхода американской важной статистики. День сегодняшнего не исключение, поэтому мы изначально фокусируемся и настраиваемся сразу на время 15.30 по Москве, потому что именно в этот самый период стоит ожидать годовые данные по темпу экономического роста на американской экономике, также индекс расходов на личное потребление. Два индикатора очень важные, очень значимые по степени влияния и на доходности трейджерис, и на перспективы, собственно, американского регулятора касательно процентных наставок. Собственно, в 17.00 после этого мы с вами обратим внимание на выступление драки, хотя после прошедшей его вчерашней конференции, значимой куда больше, после прошедшего заседания Европейского центрального банка, я не знаю, что он может сказать такого, чтобы это вызвало какой-то дополнительный интерес. Все, что можно было сказать, им было сказано. Накануне мы сейчас об этом поговорим, друзья. Ну, вы сами все прекрасно видите, евро продолжает снижаться, это непросто. Так, сейчас давление на евро оказывает уже и обозначенная возможность сохранения мягкой экономической политики в рамках Европейского центрального банка и еврозоны на еще какое-то время. Еще раз повторяю, друзья, мы вернемся сейчас к фундаменту европейскому, именно к тому, что было по факту заседания ЕЦБ, чуть детально поговорим, но сначала давайте все-таки по нашему сценарию. Работаем вслед за выступлением Драги в 20.00 по московскому времени. Классический для пятницы отчет Бэкер-Кьюз по количеству нефтяных терминов. Опыт последних недель, 4-5 уж точно, показывает, что рынок нефти активно не реагирует на этот отчет. Я думаю, что все-таки, возможно, текущая торговая сессия этот релиз также не будет исключением. Однако, на основании статистики от Бэкер-Кьюз мы, в принципе, можем прийти к выводу о том, сколько нефтеперерабатывающих станций вводится в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих станций США и как это, в конце концов, отразится на объемах нефтедобычи. Для нас это извечная тема влияния на спрос и предложения со стороны разных регионов. И мы к этой теме волей-неволей, хочешь не хочешь, но вынуждены возвращаться всегда, потому что мы говорим о нефте, о сырьевом ресурсе, чьи перспективы зависят как раз от того, где и на каком уровне находятся соответствующие предложения, и есть ли на это предложение необходимый спрос или, как говорят, собственно, аппетит на финансовых рынках. Давайте теперь подробнее по ключевым валютным активам и сырьевым тоже. Начнем с нефтянки 76.73, закрытие минувшего торгового дня 76.21 сейчас, то есть уже ниже, чем мы закрыли вчерашний день. Но вчерашняя торговая сессия – это не большая возможность выдохнуть у покупателей, потому что несколько приостановилось то нисходящее ралли, которое мы наблюдали на протяжении всей недели. Не значит то, что рынок развернулся ни в коем случае, друзья, даже нормально, что произошла коррекция. Это период, когда рынок перезагружается, скажут, что коррекция буквально под закрытой недели. Рене сейчас успокоится, заново оценит перспективы нефти на предстоящих выходных в спокойной обстановке. Уже с следующей недели мы вернемся с вами к обрисовыванию перспектив нефти. И я уверен, что, как и раньше, найдем достаточный повод, чтобы топить и дальше инструмент, и можно даже не искать, а просто ехать на том, что у нас есть уже сейчас в плане фундамента. Я допускаю то, что коррекция, которая наблюдалась в ходе вчерашнего дня, носила не только техническую природу, но, может быть, еще и фундамент был вызван тем, что американский фондовый рынок вчера восстановился благодаря росту технологического сектора, в частности, этот сектор вытащили акции Microsoft. Однако, уже сегодня, я думаю, вы, если уж спекулируете американским фондовым рынком, злите за тем, где находятся ключевые венчмарки, NASDAQ, Dow и S&P, могли убедиться, что снова здорово, собственно, мы снижаемся и, в частности, обновляем, ну, на порой, в прямом смысле, обновлением многомесячных минимумов. И это лишь доказывает, друзья, то, что нисходящая тенденция, нисходящая динамика и новый тренд на рынке американских акций сформирован, он, в принципе, может завести вот эти индексы, которые это и учитывало гораздо более донным уровнем. Но вчера, собственно, на рынке было восстановление. Раньше мы говорили, что нефть снижается, в том числе и вследствие панических распродаж на американском фондовом рынке. Соответственно, когда динамика изменилась, это нашло свой отклик и на росте котировок нефти. Это, скажем, нашло свой отклик на рыночных настроениях. И трейдеры снова сделали ставку на рисковую активность. Я думаю, что эта ставка непроложительная. В целом, может быть, о росте даже уже не стоит говорить. Кстати, на азиатской сессии, как я уже отметил по котировкам, мы снова наблюдаем снижение нефтяного актива. Вероятно, что сегодня может снова последовать тест поддержки 75 долларов за баррель. Хотя, друзья, я считаю, что это не самый, конечно же, сценарий, который имеет много шансов на реализацию. Потому что сегодня все-таки торговая сессия пятницы. И обычно в этот день после состоявшегося ралли мы наблюдаем именно фиксацию позиций и соответствующее движение активов в предположенном направлении от того, в котором развивался тренд. Я очень спокойно смотрю на то, что происходит на рынке нефти. Я еще раз повторюсь, друзья, я ничуть не расстроюсь, если котировки вырастут там снова в район 77-78 долларов за баррель. Главное, мы пробили с вами поддержку 80 долларов за баррель. Главное, чтобы мы убедились по ряду показателей и технических, и фундаментальных, что речь идет о развитии нисходящих трендов. И главное, что фундамент не меняется. Мы продолжаем отрабатывать и перспективы замедления роста глобальной экономики. Мы с вами работаем с американской статистикой. Рост запасов, который продолжается пятую неделю подряд. Собственно, помимо этого фундамента, не забывайте еще и о намерениях Саудовской Аравии поднять показатели нефти и добычи. Я думаю, что чем больше сейчас будет сокращаться поставки нефти из Ирана после вступления в силу санкции 4 ноября, тем больше будет активность со стороны Саудовской Аравии. Хотя, в принципе, министр энергетики Саудовской Аравии уже четко дал понять, что в планах данного ближневосточного государства поднять нефть и добычу за ближайшие два месяца, друзья, на 300 тысяч баррель, доведя общий показатель до 11. Эта цель, которая будет сделана, я уверен, и в целом на основании этого, на мой взгляд, вывод должен быть крайне очевидным, что на всей секции энергетики, на всем рынке, нефти будет более чем достаточно, чтобы погасить всю нервозность, которая могла бы появиться, мы видели, что так оно и было, из-за опасений недопоставок на рынок после вступления в силу санкции против Ирана. Сейчас этот фундамент уже совершенно не актуален, рынок развернулся. Предлагаю напоследок на закрытие недели сделку со стопа с уровня 75-80. Почему бы и нет, давайте я искнем. Если вы еще не в коротких позициях, то вот, пожалуйста, вам конкретный рубеж, с которого можно еще проявить инициативу и попробовать присоединиться к этому вот массиву развивающегося нисходящего тренда. Рубль 65.59. Лично я продолжаю оставаться в некотором недоумении. Почему, собственно, рубль, при том, что происходит на рынке нефти сейчас, стараются держать на текущих значениях, вероятно, могу объяснить, но не буду класть, собственно, обе руки на то, что это действительно так. Вероятно, на рубль сейчас влияет еще продолжающийся налоговый период, то есть элементарные операции конверсии валютной вложки в рубли, спрос на рублевую ликвидность и так далее, хотя основные платежи все-таки уже прошли. Ища причины, которые могли бы еще обеспечить, опять же, спрос на рубль сейчас, вот буквально вчера набрел Анастасию, хотя не нашел четких подтверждений так или иначе, что Штаты могут даже не проявлять очередной санкционной активности против России в ноябре и, соответственно, отложить решение о вводе новых финансово-экономических ограничений. Но мне кажется, это такая ерунда. В целом, Штаты давно уже опрессовали и предложили общественности дорожную карту того, как будет осуществляться вот это воздействие на российскую экономику через последовательные финансово-экономические вольеры. И за последние 2-3 года, они 2 года уж точно от этой дорожной карты практически не отступили. Я все-таки считаю, что лучше не надеяться, скажем, на, казалось бы, лучшее для рубля. Все-таки санкции будут приняты, вступят в силу. Ну, как они влияют на рубль, вы это прекрасно, друзья, знаете. Поэтому снова повторяюсь, если вам интересно, пара 1 рубль с точки зрения спекуляций, если вы сейчас задаетесь вопросом и научите, собственно, своих знакомых, друзья, о том, что будет с рублем дальше, очевидный ответ в том, что рубль будет слабее, друзья. К концу этого года котировки будут гораздо выше текущих значений. Не буду, конечно же, вручаться. Где именно мы увидим, собственно, рубль против доллара, ну, уж точно выше 60-ти семей. Доллар иен на 112.14, как приклеение, собственно, мы рядом с поддержкой 112 уже который день подряд. Сегодня ситуация может измениться. Повторюсь, в 15.30 мы ждем данные по экономическому росту, по индексу расходов на личное потребление. Ожидания в целом неплохие. И эти ожидания могут снова привить интерес к доходностям американских трежерис и рост доходности облигаций казначейских США. Должен привести в движение, собственно, курса доллара. Плюс ко всему мы вчера получили еще два очень неплохих отчета, сильных. Это заявленные пособия по безработице. 215 тысяч, тоже крайне низкое значение. Показатель повторяю, что на таких уровнях, находится на протяжении уже последних, получается, лет 40, даже больше. Заказ на товар длительного пользования 0,8% фактическая цифра. Прогноз был на отрицательной территории минус 0,9%. Американские индексы, отмечу, хотя в начале брифинга уже говорил, сегодня активно их распродают, сбрасывают UFC 30 до Джонса 24 651. Сейчас, друзья, я абсолютно уверен, что мы дотянем все-таки до планки 24 тысячи. Думаю, что есть возможность сходить еще ниже, потому что мы видим, что сезон квартальных отчетов преимущественно разочаровывает за этим исключением, как это было с Microsoft, однако Alphabet и Amazon все-таки тянули снова американскую фонду вниз. Все равно рынок варится в прежних геополитических угрозах того, что прибыли уже не такие, как раньше. Мировая экономика на пороге рецессии, что будет с Штатами, совсем скоро никто не знает. Это постоянное возвращение к теме нового финансового, глобального, экономического кризиса. Десяти летки растут, да, они отступили от максимумов, которые были зафиксированы две недели назад, ну и сейчас 3,1%, это все равно. Друзья, много это показатели доходности, которые явно по тому, что он может заработать на рынке акций, являются достойной конкуренцией. Именно рисковым инструментом с американского фондового рынка, особенно в свете тех последних потерь, которые инвесторы, которые вкладывались в индексы и бумаги американского фондового рынка, понесли. Сейчас приходится более тщательно выбирать инструменты для инвестирования, и, возможно, научный опыт инвестора не так быстро и охотно будет возвращаться сейчас в американскую фондовую секцию. Я считаю, что это мы также дополнительно с вами можем использовать, чтобы попробовать прокатиться еще ниже. По-любому из индексов, в принципе, там динамика очень схожая. Европейская валюта 1,1360. Очень хочется снова поговорить и о бюджетном кризисе в Италии. Вы помните, что проект бюджета был отклонен. С какой точки зрения хочется поговорить, я напоминаю, что есть процедура определенная. Если проект отклоняется, хотя прецедентов еще не было, это первое, но на этом случае все равно были правила. Если проект бюджета отклоняется Еврокомиссией, и у региона, который предложил проект, который не устроил Еврокомиссию, есть две недели, чтобы что-то там подкрутить, и в данном случае будет, конечно же, пересмотреть проект дефицита и снизить его как минимум ближе к 2%, а не на текущий пор сохранить 2,4%. Если этот проект не представляется, то дисциплинарный метод. Следующее, я думаю, что это серьезные штрафы. И вот, в принципе, все в ожидании того, будет ли этот проект. И вчера премьер-министр Италии сделал заявление о том, что тот проект, который был представлен по бюджету, он не будет пересматриваться. Или, по крайней мере, показатель дефицита 2,4%, если претерпит определенные изменения, то совершенно несущественно. То есть изначально мы готовимся к тому, что у нас прецеденты будут появляться и дальше. То есть за три недели Италия не уложится, а потом мы увидим дисциплинарный мир, и это еще больше разозлит евроскептик, которые находятся власти, и снова заставит их задуматься, а зачем мы пляшем под дудку Евросоюза, когда можно все-таки проводить независимую политику вне полетного блока, будучи автономным государством. Ну, понимаете, что это те же самые отводы к Италии. То есть я все-таки допускаю, что это реально может произойти, друзья. Ну и, конечно же, заседание Европейского Центрального банка по процентным ставкам, как ожидалось, никаких изменений, и мы не настраивались на то, что что-то может там скредитироваться. По комментариям Драги в целом тоже ничего нового не было отмечено. Однако из многочисленных его тезисных заявлений, которые, как копирка, собственно, были взяты из-за его прошлой пресс-конференции, я выделил вот особенно важный, я считаю, что это действительно так, Драги сделал акцент на то, что политика будет оставаться, собственно, мягкой, и экономика нуждается в экономических стимурах. Прогнозы будут пересматриваться, точнее, возможные дальнейшие шаги того, что произойдет из программы количества размягчений с процентными ставками. Эти шаги будут обсуждаться только лишь не раньше поступления декабрьских прогнозов. И Драги повторил то, что риски глобального характера серьезно возросли в последнее время. Очень сильно он переживает состояние автомобильной промышленности Германии из-за новых экологических требований и стандартов, из-за того, что немецкий автопром может быть обложен большими таможенными пошлями со стороны США. Очень сильно он переживает также из-за Brexit, потому что, в конце концов, отсутствие соглашения приведет к негативным последствиям и для Европейского Союза. Никак он не касался темы Италии, но все-таки, когда последовали вопросы, его закидали, собственно, тематика итальянского бюджета, и ему пришлось, собственно, парировать. Ну, тоже без конкретики особенно. Вот, кстати, очень удивительно для меня, то, что Драги предпочел не касаться тем бюджета Италии, потому что это якобы проблема бюджета, но не денежных властей, он был, конечно, абсолютно уверен в том, что это одного поля ягода, скажем так. Ну, Драги, собственно, конечно же, видней. Он надеется то, что Еврокомиссия сможет договориться с Италией. Однако добавил, что при негативном сценарии, собственно, Европейский Центральный Банк впоследствии не будет поддерживать этот регион, нарушающий бюджетные принципы и требования и не справляющийся со своими дуговыми обязательствами. Вот накануне мы с вами пытались порассуждать, почему Еврокомиссия сохранила проект бюджета, как раз потому, что опасается, что Италия переоценит свои возможности и не вытащит такой дефицит. Соответственно, это более чем реально. И чтобы не видеть изначально эти последствия, мы, собственно, и увидели такое решение Еврокомиссии. В общем, политическая напряженность только лишь с позиции Италии продолжает усилиться в еврозоне. Мы получили сигнал того, что мягкая экономическая политика будет сохранена. Да, Драги не сказал, что ставки будут повышены позже. Да, он не сказал, что из программы количественного смягчения ЕЦБ не планирует выходить. Но он не пролил свет на реально ли Европейский Центральный Банк по-прежнему привержен приезжим планам. Я думаю, что, собственно, в декабре нас ожидает крайне интересное заседание Европейского Центрального Банка. И тогда на евро может быть оказано еще большее давление. Сейчас, в принципе, достаточно того, что у нас есть, чтобы снижаться дальше. По главному валютному риску, еще раз повторюсь, 1,1360 котировки. Мы получили еще несколько вводных, почему нужно продавать европейскую валюту. Собственно, это и будем делать. Фунт против доллара 1,2814. И хочется сделать лишь один комментарий, друзья. Переговоры по Брэкзиту официально приостановлены. Не хотелось бы мне сейчас, конечно же, не хотелось бы мне портить настроение оптимистам, которые верили в это соглашение. Но, друзья, реальность такова, что, видимо, в лучшем случае нас ожидают протеки переходного периода, в худшем случае отсутствие соглашения. И вот у меня доверие к Терезе Мэйн. Вот почему фунт уже валится. И я думаю, что при текущих котировках 1,2814, друзья, усадим рукой подать до нашей суперцели 1,25. Если уж мы ее сделаем, я считаю, что мы будем с вами большими молодцами, потому что очень адекватно оценивали новостной фонд, который сказывался по переговорам, проводимым между Евросоюзом, собственно, и Англией. Доллар-канадец. Вот этот дуэт активов меня явно подчарует. Наверное, не только. У меня 1,2968. Мы так радовались этим котировкам в среду, когда, собственно, Банк Канады пересмотрел процентные ставки, поднял ставку 25,28 пунктов. Сейчас уже котировки совершенно другие, друзья. Рост какой-то безудержный. И мне совершенно непонятно, собственно, такие распродажи о канадцах в свете озвученных намерений Банка Канады и дальше повышать процентные ставки, в свете несмотренного прогноза по экономическому росту, в свете стольких лестных отзывов по перспективам экономики со стороны Банка Канады. Я не понимаю, друзья, с чем это может быть связано. Даже вот мы видели и Роскатерво вчера, однако в целом страну это никак не повлияло на канадца. Не знаю, что им движет на текущий момент, но очень хочется верить. И я прям закладываюсь под это, что адекватность должна все-таки вернуться к инвесторам, трейдерам, которые спекулируют к канадцам. И в конце концов это должно обеспечить развитие все-таки нисходящего движения по паре-булок канадцев. Я пока что сохраняю короткие позиции, хотя познаюсь, с учетом последнего роста, делать это немного страшновато. Но давайте закроем текущую торговую сессию. Кто знает, что сегодня будет по статистике реально, не по прогнозам, а реально по статистике по штатам, может быть, разочаровывающие данные могут и стать причиной дополнительного роста канадца и вернуть, собственно, пару, ну хотя бы, собственно, поближе к уровню 1.30. Но в любом случае на доллар канадец мы с вами еще посмотрим в понедельник. И если ситуация не изменится в рамках текущего торгового дня, то, может быть, придется даже отказаться от коротких позиций. Но не будем забегать вперед. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, закрытий недели, замечательных выходных. Увидимся мы с вами в понедельник, как и всегда, в прямом эфире через приложение Перископ. Надеюсь, стоит на ваших устройствах. На брифинге, ну и также в понедельник еще и состоится вебинар. Правильный понедельник. Думаю, что те, кто присутствует на нем постоянно в курсе, те, кто не знает возможности, подключайтесь, друзья, буду рад вас всех видеть. Там мы обсуждаем детально и более-менее срочно то, что на рынке происходит и то, что может еще произойти. На этой ноте давайте завершать. Всего доброго вам еще раз. До свидания.